Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу. Да, наш канал о морских свинках, но также мы любим ходить в гости. А сегодня повод особенный, потому как есть действительно большая причина для такой радостной встречи. Но сперва давайте познакомимся. Это Оззи, и это та собачка, которую я знаю практически пол своей жизни. Оззи это семейный песик, живет у наших родственников, и мы все его считаем общим. Ну, по крайней мере, я его считаю в какой-то мере своим также. И Оззи достиг уже почтенного возраста. Напишите в комментариях, на сколько лет он выглядит. А пока подписывайтесь на наш канал, если вы не подписаны. Видео выходит сейчас каждый день. Я очень стараюсь для вас, поэтому мотивируйте меня лайками и поддержите меня лайками. А пока посмотрите, какой Оззенька уже старенький, какой он плохо слышащий. Оззи живет не сам, у него есть компаньон. Этот компаньон тоже уже не молодой, но для кота, возможно, это не возраст. Кота зовут Митя, и Митя был совершенно уличным котенком, который прибился, то есть его взяли с улицы и нисколько не пожалели. Вот в такого красавца пушистенького он вырос. Митя уже 11 лет, и мне кажется, что он проживет еще как минимум столько же. Митя снимался в одном из моих самых-самых первых роликов в жизни. Этот ролик до сих пор можно увидеть, называется он «Реклама зубной пасты». Снимала я его для своей учебы, и было это давно, я его выложила на канал лет 5 назад. В общем, вы можете его увидеть на моем личном канале, который называется Янина Зет, и это самый первый ролик на моем канале, как я уже сказала. Оззи и Митя любят кушать вместе, потому как они, конечно же, хотят удостовериться в том, что другой не заберет корм соседа своего, поэтому лучше кушать одновременно для того, чтобы ликвидировать все запасы того, что у них там есть на данную секунду. Потому что Оззи любит также потом становиться на задние лапки и проверять, как там идет процесс у Мити, не помочь ли Мите доесть еду свою кошачью. Вот так вот. Итак, буду раскрывать все карты, буду отвечать на вопрос о том же, сколько же Оззи лет. Оззи действительно старикан, ему исполнилось в июне 2017 года 15 лет. О да, Оззи родился в 2002 году. Кстати, кто родился тоже в 2002 году, ставьте плюсик в комментариях и пишите, я тут самый счастливчик. Потому что вы одногодки с моим Оззи, с нашим Оззи. И Оззи у нас породы итальянский грейхаунд. Это породистый собачка, и его порода проявляется в его благородности, в его осаночке, в его положении лапок, в ушках. В общем, он такой милый, он такой симпатичный. Эта порода, другими словами, также называется левретка. И есть еще грейхаунды не такие маленькие, как Оззи, а достаточно крупные. Оззи счастливый песик, как мне кажется, он живет хорошей такой собачьей своей жизнью, его любят, его вкусно кормят. Сейчас, к сожалению, у него повыпадали зубы уже от старости, у него висит губа. Но он продолжает активничать, продолжает с аппетитом поедать свою еду, выпрашивает ее и кушает очень часто. Правда, кушает жидкую пищу, потому что уже совсем мало там зубов у него осталось. У него остался только один клык из четырех. А сейчас покажу вам для контраста фотографии Оззи в детстве, каким он был 15 лет назад, тогда и я была совсем маленькой. Вот так вот Оззи выглядел в несколько месяцев своей жизни, был совсем еще малышом, был очень худеньким. И сейчас он превратился вот в такого красавца, который уже, к сожалению, плохо слышит, плохо видит, но остается не менее классным и любимым всеми собачкой. Оззи жил у нас не сам, он появился у нас не спроста. У нас жил еще один итальянский гринхаунд, которого звали Арпи. Арпи, к сожалению, умер, но оставил вот такое вот прекрасное потомство. Арпи был также чистопородным левретом, левреткой и сделал вот такого вот Оззи. Мы очень любили Арпи и Оззи, они очень забавно проводили время друг с другом, особенно когда Оззи был маленький. И вот следующие кадры покажут вам Оззи в совсем юном возрасте, какой он был раньше. Я думаю, что он не сильно изменился, на мордочке уже появилась седина, но все мы не молодеем. А вот это Арпи, его отец, вот таким вот он был красавцем. Цвет Изабелла, очень красивый цвет. И Арпи был моим хорошим другом, я очень любила именно Арпи. А это, кстати, я в совсем юном возрасте, в тот год, когда появился Оззи. Вот так вот Оззи любил сидеть у Арпи на спине, и Арпи приходилось терпеть, как настоящему папе. И сейчас Оззи уже совсем старичок, как я уже сказала, он любит спать, и у него выпадает язык. Вы видели когда-то собаку, у которой выпадает язык? Это просто удивительно, но у него вариантов просто нет других, там зубов нет. Такой вот песик, была очень рада встрече с ним. И давайте пожелаем ему все вместе очень долгих и счастливых собачьих лет жизни, он заслуживает. Надеюсь, вам понравилось видео, пишите, сколько лет вашим собачкам. И, возможно, среди нас тоже есть такие 15-летние красавцы, а то и старшие. А мы с вами увидимся в наших следующих роликах, будут видео о морских свитках. Стараюсь для вас. Всем отличного настроения, всем пока! Ребята!